Дорогие коллеги, можем продолжать? Ну а что значит, возьмем спряжение? Я собирал формы почти всех хантырских диалектов. Вы найдете в материалах лекции. Я, впрочем, передал весь материал на дискетах CD коллеге Дубровской. Вы можете там получать копии. Уже получили? Прекрасно. Здесь я буду коротко говорить только об определенных специальных явлениях морфологии хантырских диалектов. В первой таблице видим настоящее время глагола «носить». В своем объектном и объектном спряжении видно, что морфема настоящее время в восточных и в частности в северных диалектов «л», который «л» на юге стал «т» совсем регулярно. Значит, исходим из того, что настоящее время имеет знаком времени, морфема времени «л». Везде видим личные суффиксы, спряжения, спряжения, которые совпадают вообще с начальным согласным личных местоимений. Так, в первом лице «М» как личное местоимение в большинстве финно-угорских языков, в третьем лице единственного числа нет никакой морфемы подлежащего, а в хантырских диалектах здесь тоже видим суффикс, в ахово-сюганском диалектах «вэл-вэл». Впрочем, другие почти тождественные с личными местоимениями имеются одна очень важная разница. Это второе лицо двойственного и множественного числа, где суффикс «личность» и «лица» имеет начальный «т». Хоть личное местоимение второго лица во всех обско-угорских диалектах начинается согласным «энне», которое является особенностью этих языков, но есть следы этого «энне» и в других родственных языках, частью в самодийских и частью в пермских языках тоже. Но «энне» имеет разные источники во всех этих языках. Хантырские диалекты в личных суффиксах сохранил память о первоначальном согласном личном местоимении второго лица. Знаете, хорошо, что в других языках «т» является первым элементом, например, венгерский «т», «т», «ти», «в», в финском языке «т», «в», «шина», «т», первоначально «тина». Так, перед нами видна сама история языка или группа языков, в том, что бывшая форма личного местоимения сохранилась суффиксом спряжения. Я обращаю ваше внимание и на то обстоятельство, что некоторые формы и в спряжении, и в посессивном склонении совпадают. Прежде всего, второй и третий лица двойственного числа, вот, «тулатан», «тулатан», и второе лицо множественного числа. Система везде упрощается постоянно. В современных диалектах можно сказать, что половина форм уже дождественна, или почти половина форм. здесь важно еще и личный суффикс первого лица множественного числа, «гамма», «гамма». На основе других языков нашей семьи мы могли бы ожидать форму «м» гласной плюс «к» или «гамма». Такая форма есть в венгерском языке, например, «латунг», первоначально «м», «к», но есть и простой «ук» на «тюг». «Видим его». Это соответствует хантыскому, ого, майсийскому и так дальше. То есть в угорском языке основе в первом лице множественного числа было две формы этого личного суффрица гласной плюс «к» и «м» плюс гласной плюс «к». Эта другая форма существует в западных финно-логовских языках, между прочим и финском. Мы идем по фински. «Мне, мэ», у нас здесь глобтастоп, в диалектах даже «к», другая вещь оперирует только сетем, более длинным суффиксами. В парадигме объектного воспряжения, обладаемое в единственном числе, не имеет последовательно одним суффиксом числа. Здесь видно, что перед лишним суффиксом находится в первом и втором лицах «и» полное, или «ы», волярное «и» полное. Только в третьих лицах имеется другое решение, которое отражает личное местоимение третьего лица, «тул-т», в основном здесь по происхождению речь идет о указательном местоимении, «тул-т», «то», «та», «тот». в двойственном числе морфема двойственности «гамма» плюс «л», «гамма» — это первоначальный суффикс двойственности, и «л» появился аналогично под влиянием форм во множественном числе, как «тул-лам», 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 и так дальше, и так дальше. Значит, аналогия всегда влияет на формы парадигмы. Таким образом рождаются, кстати, нерегулярные формы. Нерегулярно, что во втором и третьем лицах двойственного числа и во втором лице множественного числа имеются те же формы «тул-лам», в каждой колоне объектного спряжения. Идем дальше. Простите, пожалуйста, а можно вопрос еще по этой таблице? Можно ее вернуть назад? Профессор Хонти, можно поднять таблицу? Да? Да, чтобы ее было видно полностью. Ой, а нет, предыдущую, которую мы разбирали с парадигмой субъектного объектного спряжения. Угу. Да, да, вот эту вот. А скажите, пожалуйста, во втором лице и в третьем лице единственного числа и появляется показатель «в», вот он откуда здесь берется, почему здесь нарушается система? Ага. Я думаю, что в первоначале это «в», «в» только в третьем лице. Когда-то очень давно я занимался историей этой машины, не чудится, что этот «в» в конечном счете это суффикс «причастие», «в», 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 «причастие настоящего времени», «partitipium presentis». Часто бывает, что такой суффикс «причастие» присоединяется к основе глагола. Так возникла форма третьего лица, например, в прибальтийско-финских языках именно суффикс «причастие». Значит, слышно? Нет. Буду кричать. Попробуй. Идет в современном финском языке «мене», «мене», где основа «мене». Первоначальная форма была «причастие». «мене па», «мене па», «идо ше». Продолжение следует... И э стал э, мэнэ э, которое сегодня осуществляется э долгим. Так, я считаю с тем, что и форма туго в хантыйском языке, это в, в причастие, суффикс причастия, и л в третьем лице является морфемой настоящего времени. Первоначально во втором лице были вероятносты, вероятносты ту лэнэ. Т, У, основа, Л, знак настоящего времени, Н, личность, и под влиянием, результатом аналогии, из третьего лица перешел элемент во второе лицо. Это мое предположение. Используется редуцированный. Что в современном, во всяком случае, вот в казымском диалекте, здесь все-таки редуцированный. Вот как это, так ли это, или вот этот процесс, можете ли вы объяснить? Да, 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 правы. Ранше я сказал, что в обсколгорском языке основы был дамо лабиализованной. И я считаю с этой фонемой именно в личных суффиксах первого лица множественного числа, потому что гамма имеет представитель в современных диалектах, либо в северных английских диалектах, или гамма вместе с лобиальным гласным, как в авосюганском диалекте, или короткое О плюс гамма лобиализованное в сургутских диалектах. Значит, все указывает на то, что в обско-угорском языке основы была такая фонема гамма лобиализованная, и в эту сторону указывает и венгерский язык в формах ук-ык, даже и в древнем венгерском языке. Унг-Инг была еще в форме угу. Гласный лобиальный плюс к, почти как зеркало западно-финно-угарских языков, но без лобиального гласного. Менем МЭК идем по-фински. Ясно? Да. Значит, гамма взрослых марфейных свойственностей, старые наслажды из уральско-финбурско-финбурско-финбурско-финбурско-финбурско-финбурско-финбурско. Опять? Страшно. Спасибо. Теперь работаю двумя микрофонами. Марфейма множественности «л» мог бы сказать, это обновление хантыйских диалектов, но не совсем. Потому что имеется суффикс деривационный в западных финно-угорских языках, прежде всего в привалтийско-финских языках, где «л» как суффиксом местных значений, имеющих существительных, станет суффиксом множественности. «Л» как суффиксом местных, которые «л» как суффиксом местных, которые «л» как суффиксом местных, и в некоторых привалтийско-финских диалектах этот суффикс «л» в определенных существительных функционирует как суффикс множественности. Таким образом, вполне возможно, что, в принципе, этот «л» уже давным-давно мог действовать суффиксом множественности. И вот видим уже формы прошедших времен. Как я сказал, не знаем точно, в которое время какую функцию имел или имел раньше. Что здесь особенно интересно для финно-угроведов, то, что «перфектум» и «имперфектум» имеют суффиксы, которые являются тоже древним наследием наших языков в первых формах, то есть во времени «перфектум» нигде не видим никакого суффикса времени. И это, так сказать, ненормальное явление в языке, который аглатинирует. Без суффикса времени есть формы в настоящих временах, как в современном венгерском и финском языках и во многих других родственных языках. Дело в том, что нулевая морфема «перфектума» содержает исторический суффикс прошедшего времени, «е». Кто уже изучал финский язык, знает, конечно, что там суффикс прошедшего времени «и». Например, «я шоу», «мене», «мен», «аснова», «и», «суффикс времени» и «лищен суффикс». В третьем лице «мене», «нулька» и «лищен суффикс». Все западные и финно-угорские языки имеют этот суффикс более-менее. Кроме того, и венгерский язык знает это, вопреки тому, что в современном венгерском языке имеется только одно, прошедшее время, но в архаическом форме языка имеется и другое время, которое сегодня называется «повествовательное прошедшее время». Можно сказать, что это имеет функцию ауриста. Первое, или со единственного числа. «Латэк», я видел, «латам», я видел его, ее, значит, субъектное и объектное испоряжение, где этот гласный долгий содержает исторический элемент «е». «Этот е» в большинстве хантырских диалектов исчезнет. Но Вольфгангштейнец, знаменитый немецкий финнограф и диастоколог, нашел на юге, в группе иртических диалектов, маленький диалект, в котором есть еще и «е». Если я вспомню хорошо, прошедшее время в этом маленьком диалекте был «мане» и «мане» вместе с древним суффиксом прошедшего времени. Таким образом, эта особенность, необыкновенная черта хантырского языка является особенностью только описательной, в неисторическом смысле. Другая старая форма прошедшего времени это суффикс «с». Тоже уральское наследие. Этот суффикс отсутствует в венгерском языке, в финском языке, но в некоторых других родственных языках все еще имеется. В сестрах хантырского языка, в мансийском языке существует только это прошедшее время, значит, суффиксом «с». Повелительное наклонение. парадигма здесь, конечно, не полная. Формы первых лиц отсутствуют. И формы в третьих лицах по всей жертности носят функцию конъюнктива. это не настоящее повелительное наклонение. Особенностью обско-угорских языков является и страдательное наклонение. особенное, потому что эта категория в обоих языках имеет другой суффикс, вопреки тому факту, что они сравнительно близкие родственники. И, кроме того, в хантыстских диалектах, где все еще имеется гармония гласная, этот суффикс имеет только вольярную форму. Уй. Вероятно, этот суффикс был первоначально суффиксом, рефлексивностью. Как это по-русски? Возвратный. Возвратный, да. Спасибо большое. Возвратным суффиксом. Именно, как и его соответствие в мальсийском языке, где это В, В, Белобиальное. Может быть, в конечном счете они родственники, не только функционально. Полотальный глагол из васюганского диалекта имеем ту же картину, как прежде. Профессор Хонти, а можно еще вопрос задать? Вот по поводу системы прошедших времен. Вот эти сложные комплексы в ваховском и васюганском диалекте ГАС, ГЛЬ, вот это Г, происхождение этих суффиксов каково может быть? Я не могу вам сказать, хотя очень хотел. А это Г не может быть результатом развития ЙОТА, Й, вот этого суффикса прошедшего времени Й? Не мог Г в этих суффиксах восходить к Й? От чего? Ну вот от Й, от древнего древнего суффикса прошедшего времени. То есть вот эти вот суффиксы прошедшего. Не может? Совсем невозможно. Так как я знаю истории фонетической истории обско-угорских языков совсем невозможно. В крайних случаях ГАММА станет Ей в двойственном числе абсолютно парадигным в западно-мансийских диалектах. Очень нет. Хоть в теории было бы возможно, потому что они так называемые полугласные. Но по-моему в антейских диалектах нет следов такого изменения. Но можно и конечно изучать. Мой ответ не является окончательным. Спасибо. Спасибо. глагол Вальярный 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 даже и гласный личного суффикса станет Вальярным. В третьих лицах видим только полотальные личные окончания. Третье лицо всегда отличается от первого и от второго лиц, потому что исторически формы глагола близки по происхождению и по функции существительных. как мы видели теперь в третьем лице единственного числа в финском языке форма современная финитная форма исторически причастие. Впрочем то же самое видим и в истории венгерского языка по крайней мере в сравнительно старых формах. Идет современная медь в диалекте в старом языке есть и медьен ген является тоже суффиксом существительным. Еще можем таким образом этот n воспринимается исторически именно как и суффикс причастие при бальтийско-финских языках. в этом отношении важно еще и то обстоятельство, что среди личных местоимений исключительно первое лицо и второе лицо являются настоящими личными местоимениями. Третье лицо стоит ближе к указательным местоимениям. об этом писал сравнительно подробно немецкий лингвист Карл Бюллар, может быть фамилия знакома для вас. Его книжка об этой теме появилась в 1933 году стоит прочитать ее. Сургутские диалекты с чередованиями гласных, которых уже в западных диалектах не видим. Еще что-нибудь важное дело. Да? Когда суффикс второго лица единственного числа стоит после редуцированного, N всегда сохраняется в сургутских диалектах или почти всегда. А если гласный является больным, N исчезает наичаще. Как это возможно? Не иметь никакой особенной причины. Здесь могу вам сказать только то, что N в конечной позиции склонен исчезать. Это видим, например, в истории эстонского языка, где N родительного падежа исчез. И в одно время в истории языка даже личный суффикс спряжения в первом лице единственного числа на короткое время исчез, а потом вернулся, потому что эта форма совпала со вторым лицом повелительного наклонения. Значит, это смешение препятствовало взаимопониманию. И венгерском языке, как многие говорят, на суффикс инессива бан бен и латива ба бэ. Мы говорим, мы идем в городе, идем в городе, в городе, в городе, я живу в городе. Но в разговорной речи в городе лаком, без н, варошлом и, конечно, без н. Значит, н может выпадать совсем легко и в других языках. По величину наклонения в сургутских диалектах более полное, но некоторые формы отсутствуют и здесь. Вероятно, в принципе, они существовали, но кариалайнен не нашел таких форм. пассив, страдательное наклонение здесь тоже отсутствует, во втором лице единственного числа везде и видим то, что некоторые формы совпадали, особенно во вторых лицах. Южные диалекты здесь уже нет гармонии гласных, есть, конечно, субъектное и объектное спряжение, а что здесь особенно интересно, что перед нашими глазами рождают новые формы объектного спряжения. Здесь опять имеются ошибки внизу страницы. Здесь видите, здесь ошибки, я теперь вижу правильную форму. Семь, бить, я бью их больше, старая форма и новая. выберем так. Я бью их больше. Личный суффикс ам на конце слова, лишний суффикс м в середине слова, суффикс множественного объекта в середине слова и в другой форме в конце слова. с двойственным объектом. в следующем разогнать, в следующем разогнать, в следующем разогнать, Ещё интересно в этих формах, что суффикс двойственности или множественности объекта нетождественных. Это видно совсем ясно в двойственных формах. Ет – это традиционный суффикс, вождественный суффикс в других диалектах, а в новой форме – это суффикс двойственного числа существительных. Значит, я вижу их двух существительных лиц и так дальше. Таким образом перед нашими глазами рождаются новые категории и формы. Подобное, впрочем, нужно видеть и в мансийских диалектах. А вы не могли бы, пожалуйста, ещё раз повторить? В старой форме «г» – это показатель двойственного числа, а «эт»? В старой форме «г» – это двойственность. Исторический «г» – эту форму видим в восточных диалектах. «г» – с «л». Некакуминальный «л» стал на юге «т» всегда последовательным. В абсолютной парадигме, везде видим на востоке «г» – «г». Здесь ситуация немножко более сложная, потому что это «т» – исторический «л». Именно здесь. А это «т» – конечно «л». А это «л». Д opp – как рождают dumped », см, остается тревол明наяARD. Эти paar позиции. Антони. Если переводим на север, глагол «ми» принадлежит той особенной группе угорских глаголов, которые имеют три основы, и в северных диалектах в основном только эта группа глаголов показывает активное чередование основ. Но что особенно важно для нас, что во вторых лицах, в двойственном и множественном числе, те сохранился первоначальное личное местоимение. Этими формами я могу опять доказать, что в третьем лице глагольные формы, фенитные формы первоначально функционировали как существительное причастие суффиксами. В прошедшем времени претеритум «миемат» основная форма «мием» – это причастие прошедшего времени. и получил личный суффикс от «миемат» и «миемат» форма такая же исторически, как прошедшее время русского языка, читал, шел и так далее. И в английском языке подобная ситуация. И если посмотрим формы в двойственном и множественном числе, видим тоже, что здесь просто в двойственном числе только суффикс двойственного числа «м» и «вэйпал» вместо «миемен», а в третьем лице множественного числа «мием» плюс суффикс множественности «миемат». Особенно интересно в этом отношении, что такие формы стали основой наклонения неочевидного действия. Эта категория очень активная в самых северных диалектах с Казымского до Абдорского и даже в мансийских диалектах. Эта категория существует во многих финно-угорских языках, в пермских, в марийских, может быть, в мордовских и, конечно, в тюркских языках, которые во многом влияли на наши языки. Шеркасский диалект, подобно Казым. Этот диалект, как я знаю, все еще живет. Сынья. Подобную картину видим, как и в других северных диалектах. За исключением того, что конечный гласный, носовый гласный глагол перед суффиксом прошедшего времени «с» может изменяться. Так, например, я положу гл суффикс настоящего времени. Прошедшее время Отцом «с» – суффикс прошедшего времени и частичная ассимиляция произошла. М стал «т». Подобно. М будет «т» в таком же положении. Северная диалектика очень близка друг к другу, однако имеются различия, может быть, не слишком маленькие различия и в морфологии. Другой еще пример здесь. В диалекте шеркали и казалось «Манцем я шел», в сыне и мужи «Мацем я шел». Самый северный диалект «Обдорский», который имеет тоже несколько поддиалектов, говоров с маленькими разницами. Об этом диалекте писал хорошая статья и маленькую монографию Ирина Николаева, может быть, 6-10 лет тому назад. Предлагаю вам взять в руку эту книгу, эти книги тоже. Это понятие должно быть известным для исследователей тюркских языков. «Спарные» или «спарные» глаголы, когда называется и «converm» латинским термином, когда возникает сложный глагол из двух глаголов, таким образом, что один из них стоит «деепричастием», а другой – «финитным» глаголом. В «Обско-Угорских» языках я нашел очень мало таких примеров, а в «Пермске», особенно в «Марийском» страшно много. Они имеют контакты с тюркскими языками несколько столетий, «ханты» и «манси» немножко меньше. Структура выглядит вообще так, что «деепричастие» имеет лексический глагол и вспомогательный глагол стоит в «финитной» форме. Вот те немногие примеры, которые я нашел в «Южно-мансийском» диалекте «Той импайтос» снег перестал, дословно падая снег, прекратился. Возьмем «ханты» министские примеры. Ваговский диалек «туд эйнам кэгэрн конколас» «катель вскипел», кэгэр «варить – варится, кол кончить», значит, варившись кончил. Ритверменкоусом я сделал лодку, делая, закончил. И примеры из тех языков, в которых эта конструкция очень популярная. Неочевидное действие. Эти формы образуются на основе причастия. В настоящем времени всегда с помощью причастия настоящего времени, как, например, здесь манты, идущие. К этому присоединяются личные окончания, перед которым их станет властным долгим. Таким образом. манты говорят, что я шел, ушел. В прошедшем времени основой этой формы является причастие прошедшего времени. то есть манты, шел, ушел, шел, плюс суффикс личности манты, манты, от этого новая категория рождались в форме и объектного спряжения. Как парадигма полная, не знаю. И она составила очень подробную картину и аморфологию его родного диалекта, родного языка. Неспрягаемые формы глагола, об этих я уже говорил немножечко. Суффикс инфинитива, та-та, это тоже очень старая форма. Вы можете знать этот суффикс из гребательства финских языков? Но попробую взять пример, где это совсем ясно. Собирать. Собирать. Суффикс в прошедшем времени. Мен, мен, тэээ, значит, суффиксы разных неспрягаемых форм могут переходить из одной функции в другую. Очень часто случится это. Причастие, причастие настоящего времени исторически, тот же суффикс, чей суффикс инфинитива, но здесь немножко короче, гласный стал редуцированным. Так дальше, в прошедшем времени суффикс причастие, м, плюс гласный, в некоторых случаях здесь и примеры, и потом депричастие. Интересно, что здесь имеем два раза две формы. С одной стороны, с гласным, высокого подъема, с другой стороны, с гласным, нижнего подъема. На востоке употребляются высокие формы, и на севере, в основном на севере, гласные нижнего подъема. Думаем, что вообще мансийский язык немножечко ближе к венгерскому, чем хантыйский. Но есть и случаи, которые противоречат этому. Здесь именно стоит перед нами такой пример. суффикс депричастия венгерского глагола. Венгерского глагола. Сегодня имеет иную функцию. Не совсем ясно. Этот ванвей фонетическим дождеством с антистическим суффиксом мэнк-мэн-нан. В манисийском диалекте суффикс не причастен только мэн. Значит, проще, но исторически тот же самый суффикс хантыстский и венгерский развивали дальше, может быть, еще во время угорского языка основы или отдельно. Существительные. В зрении хантыстском языке по всей вероятности существовали эти падежи. Латив-датив с а и а, к сожалению, отсутствует, это тоже ошибка моя. Более долгий суффикс появляется в том случае, если основа существительного имеет конечный гласный. Возраст этого суффикса а-а-э не знаем, может быть, этот суффикс родился только в древнехантыстском языке. А суффикс местного падежа н-на-нэ, старое уральское наследие, который, суффикс, сохранился и в венгерском языке, даже и в прибатистко-финских языках, и во многих других. суффикс облатив отложительного падежа о-э, я не знаю, откуда этот гамма, продукт хантыстского языка. А транслатив, гамма, тоже старый суффикс, который употребляется и в прибатистко-финских языках, в разных функциях, в разных формах, даже и в венгерском языке. Лишительный падеж, вагле, может быть, обновление хантыстского языка, потому что в венгерском и мансийском есть общий суффикс, который не тождественен. И элементы в этом суффиксе тоже очень старые наследие, которые существуют и в западных финн-угорских языках. Теперь следует самая большая разница между хантыстскими диалектами, что касается числа, количества падежей. Наибольшие падежи на востоке, в ау-васюганском диалекте, здесь имеются и такие, которых в других диалектах совсем нет. Так, например, так называемый аппроксимативус, который выражает направление идти в сторону чего-нибудь. Нет, точно туда, только в сторону того. Это образовывается суффиксом па-пэ, совсем обыкновенный словообразовательный суффикс в хантыстских диалектах. Особенностью этих восточных диалектов является падеж комплекс, например, олень больше животной собаки. В этом случае вели не нет, нет, олень, простите, собака более маленькое животное, чем олень. В других диалектах здесь употребляется после лога. И в притяжательном парадигме, по крайней мере, в единственном числе, когда обладаемое находится в единственном числе, осуществляется сравнительно, консеквентно чередование гласных. Бывает, что в одних поддиалектах меньше, в других сильнее появляется чередование. И опять встретимся со старым суффиксом т-э второго лица в парадигме. Если в существительном гласном среднем подъеме в первом слоге не будет никакого чередования, важно только то, что в первом и втором лице появляется всегда гласный нижнего подъема перед суффиксом лица. an-кърэган-кърэган-кърэган и не совсем последовательно в других форма, но. Парад, сын-мальчик, парам-парам-кърэган. Если гласный первого слога верхнего подъема, И гласный суффик забудет, гласный верхнего подъема. Кюр, топор, кюрин, кюрин и так дальше. Ну вот, кат, дом, обе формы возможны, с чередованием гласного или без чередования, катам, мой дом или кутам, мой дом. Если обладаемое находится в свойственном или в множественном числе, в том случае нет чередования, никогда. Я сказал, что в сургутских диалектах Н, конечно, в притяжательной парадигме выпадает наичаще, но в пимском говоре возможно, что сохраняется Н, как твоя лодка. И рта, и рейтейн. Но, как вы видите, если обладаемое в двойственном или во множественном числе, в том случае, в конце концов, отсутствует Н. Именно поэтому можно сказать, как я говорю очень часто, что язык нелогичная структура, даже не нелогичная, только псевдологичная структура. Кто-то венгерский языковед сказал это, но, к сожалению, уже не помню, кто был этот умный человек. Южный диалект. Здесь уже гораздо меньше падежей, всего шесть, а в Ахово-Сюганском одиннадцать-двенадцать. И на севере видим тот Т второго лица. Во множественном и двойственном числах. В говоре синя. Не только перед согласным С, может быть, М, другим согласным П, Н, Т. В абсолютном конце слова группы воморганных согласных упрощаются. Амп, собака в других северных диалектах, а здесь номинативный падежей будет Ап. Латива, датива, появляется целая форма Ампа. И когда только с логовой Н следует основой, в том случае имеем опять дело только с простым П. В твойственном числе видим то же самое, но во множественном числе появляется целая нормальная форма. Даже притяжательная парадигма Ап собака, Ампом, Ампом, Ампом и так далее. Ампом, 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 Ампом. Особая категория обскогорских языков – это суффикс коллективности, суффикс собирательных существительных. В французском языке система более развитая, чем в французских диалектах, сравнительно редко встречается с такими формами. Я охотился сравнительно долго, пока нашел эти примеры. Например, Кюли, Шурин, Свояк, Кюли, Са, Нен, Шурин и двух сестер. Или Энки, Са, Ган, Мать со своим ребенком. Энки, Мать, Са. Собрательный суффикс, Ган, суффикс двойственного числа. Среди сложных слов, особенно важные, интересные, те, которые в науке называются кукулятивными сложными словами, этот тип встречается во всех уральских языках. Здесь несколько примеров. Рудь-канта, трамаганский диалект, мой информант Сопочин мне сказал, значит человек. Из слова Рудь, Русский, Канта, Анты. Или пимский диалект. Мэг-янг, страна, мэг-земля, яг-вода. Прекрасный пример. Казымское слово Анки, Аши, родители. Анки, Мать, Аши, Отец. Именно эта форма существует, впрочем, и в эстонском языке. Ишат Эмат. Но там стоит во множественном числе. Значит, отцы, матери, но значит только родители, одну пару. Эта форма сложения совсем обыкновенного и в других уральских языках. Из своего родного языка могу цитировать Арц, лицо, который содержает Ор, нос, и Сай, рот. В финском прекрасный пример Ма-Илама, мир, свет, где Ма значит землю и страну, плюс Илма это воздух. Личные местоимения. Это очень длинная история, потому что в этом отношении восточные диалекты опять очень богатые, что касается морфологии личных стоимений. Много падежей, даже сохранился и винительный падеж, по крайней мере, финно-горского языка основы, где суффиксом винительного падежа был ТЭЙ. Здесь видим в формах МАНТ, 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 ТЕБЯ, ЗЛАГАТ, ЕВО, ЕЁ и так далее. И в других числах МАНТ, 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 ТЛИНТ, МАНТ, МАНТ, ТЛИНТ, МАНТ, ЛАГАТ. Который изучал финский язык, знает тогда, что в северных прибалтийско-финских языках суффикс винительных падежей, личных местоимений, тоже «э». Например, «мена», «я», «меня», «минут», «сына», «ты». В венгерском языке этот «т» является общим суффиксом винительного падеже, не только в личных местоимениях, но и в парадигме существительных. Например, «киз», «рука», «казет», «руку», «хаз», «дом», «хазет», «дом», «в винительном падеже». И в парадигме личных местоимений тоже «ин», «енгем», «или», «енгемет», «те», «тегед», «или», «тегедет». Я уверен в том, что этот суффикс существовал обязательно в финно-огорском языке основе. Только три языка сохранил этот суффикс, другие потеряли его. Но спориться, конечно, можно. В сургутских диалектов тоже очень богатое склонение этой категории. На юге уже немножко меньше, меньше падежей. На севере всего три. Именительный падеж, винительный и дательный падежи. Это все. Но еще в низьяме, в низьямском говоре, имеется «те», как суффикс в винительном падеже. В шеркасском тоже посмотрим. Это тоже шеркасский в основном. А что касается казымского диалекта, там есть «те», но прибавляет другой элемент. На самом севере «те» уже нету. Числительные. Вопрос. А чем вы объясняете свертывание падежной системы? В восточных диалектах падежей очень много, а в западных их существенно меньше. Не могу объяснять. А это связано как-то с ударением? Ударением? Связано ли? Связано ли уменьшение количества падежей? Может быть, с изменением ударения? В каком смысле? Например, если ударение переходит с конечного слога на предыдущий, то часто конечные слоги редуцируются, и из-за этого в падежной парадигме становится меньше падежей. Такая простая политическая причина была бы серьезной ценностью. С другой язык, другой языковая семья, другие обстоятельства. Продолжение следует... Моя любимая тема. Здесь могут быть особо интересны формы единиц во втором и в других десятках. Сама категория, конечно, очень старая в этих языках. От одного до шести, они общие во всех финно-угорских языках. Между самодинскими и финно-угорскими языками имеется только одно единственное числительное, которое абсолютно тождественно. Это два. Некоторые говорят, что даже пять в финно-угорском и десять в самодинском те же самые слова, что, по-моему, абсолютно невероятно. Я изучал очень долго системы счисления разных языков. И совсем ясно, что когда я показываю пять, не могу понимать ни в коем слушаю десять. Это самая простая вычислительная машина, которая стоит в распоряжении всегда. Не могу ошибаться. В крайнем случае могу пользоваться и ногами. Некоторые павловсибирские народы делают так. Другие в океане пользуются плечами, шеей и так далее. Но уральцы всегда пальцами. Исключительно пальцами. И они знали очень хорошо, знаете, теперь надеюсь на то, что на руке всего пять пальцев. Как выражаются единицы второго десятка? Всегда аддитивно. Значит, дадим единицу к названию первого десятка. Во многих антийских диалектах имеется тип nrk 10 больше 1, 2. Значит, 10 плюс 1 плюс 2 и так далее. Числитель 9, напротив, содержит структуру 1 меньше 10. Именно так и в маньсийских диалектах, даже и в венгерском языке. Названия 8 и 9 имеют собственную структуру во всех иноугорских языках, даже и в самодийских языках. Настоящий роман. Еще одна вещь очень важна в области угорских языков. Это двоякая форма для двух. Во всех трех языках имеется атрибутивная форма и неатрибутивная. Значит, когда считаем 1, 2, 3, употребляем только атрибутивные формы. Когда 2 употребляется в одних, самостоятельно имеет суффикс двойственного числа. Тоже решение имеет маньсийский. Маньсийские числительные для двух. И что-нибудь подобное видим и в венгерском языке, вопреки тому, что у нас уже давним-давно нет двойственного числа. Но имеются именно два числительных, которые содержат исторически этот суффикс. В некоторых языках есть и такие... числительные второго десятка, в которых между названием единицы и десятка видим бывшее причастие в настоящее время лежащее. Эта форма существует и в маньсийских диалектах. Если я вспомню хорошо, именно Евдокия Ромбандеева нашла это решение. Раньше говорили о частице незнакомого происхождения. Здесь в этой форме хось имеется тот бывшее причастие. И порядковые числительные содержат старый суффикс финно-угорского языка основы МТНТ, как и в венгерском, и особенно в прибалтийско-финских языках. Например... МЕЛИАС 4 МЕЛИАС 4 МЕЛИАС 4 МЕЛИАС 4 Основа склонения МЕЛИАС 5 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 регулярное соответствие в группе консонантов Н и Т в других финно-угорских языках. Ну, дамы и господа, я думаю, здесь я должен закончить, потому что у меня уже больше материала нету, и предполагаю, что вы тоже устали немножечко. Спасибо. Если есть вопросы, могу попробовать отвечать на вопросы ваши. Спасибо. Спасибо. Спасибо.